Отомстил ударом ножа в спину. 49-летнего жителя поселка Умёд будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 38-летнему односельчанину. По словам потерпевшего, в сентябре к нему в гости пришел знакомый. Организовали застолье с алкоголем. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, после которого обвиняемый ушел в магазин, купил еще спиртное и продолжил выпивать. Но по пути мужчина вспомнил о произошедшей ссоре и решил отомстить товарищу. Зайдя домой за ножом, он вернулся к потерпевшему, а когда тот лег на кровать, ударил его ножом в спину и ушел. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В отношении обвиняемого была избрана мера принуждения обязательства о явке. Свою вину, ранее судимый за совершение угона, разбой и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, мужчина не отрицает. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. В Мордовии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке угона Урала и гусеничного трактора. В ходе дознания стало известно, что 57-летний житель села Ават Сосновка, ранее судимый, будучи не трезв, проходил мимо рабочей площадки автотранспортного предприятия. Обратив внимание, что никого поблизости нет, он решил угнать автомашину Урал, чтобы покататься. Ему удалось завести грузовой автомобиль, но поехать он не смог. Тогда мужчина пересел на гусеничный трактор, но и в этот раз уехать у него также не получилось. Свидетелями противоправных деяний сельского жителя стали подростки, которые играли неподалеку. Они незамедлительно сообщили о случившемся участковому полномоченному полиции. Мужчина был задержан. В настоящее время уголовные дела направлены в суд. В Дубенках 33-летний местный житель украл запасные части от трактора Т-150 и фронтального погрузчика. Хищение инициативно выявлено участковому полномоченным полиции. Так, в мае текущего года с территории агропромышленного предприятия в Дубенках пропал гидравлический цилиндр от трактора Т-150 и гидротрансформатор от погрузчика Л-34. Общая сумма ущерба, причиненного организацией, составила 25 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили причастного к краже. Как пояснил обвиняемый, проезжая мимо предприятия, он увидел открытые ворота. Проникнув на территорию, мужчина заметил лежащие запасные части от техники. Мужчина отнес их в свою машину и уехал с места преступления. В последующем он сдал имущество в ломбард. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. 39-летний житель села Медаева Чамзинского района подозревается в грабеже. В рамках расследования установлено, что 24 октября подозреваемый приехал в гости к знакомому в поселок Зубова Поляна. По дороге он зашел в магазин, где взял с полок две банки пива, две шоколадки и одну пару носков. И вышел из торгового зала, минуя кассу, несмотря на требования продавца оплатить товар. Сотрудники уголовного розыска ОМВД установили личность подозреваемого в кратчайшие сроки. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Часть похищенного изъята. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Освобожден из мест лишения свободы в 2020 году. Расследование продолжается. В Мордовии злоумышленники убедили женщину перевести на их счет 162 тысячи рублей. В органы внутренних дел Саранска обратилась 51-летняя жительница столицы республики. Женщина рассказала, что накануне поступил звонок от неизвестного гражданина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются взять от нее имени кредит. Чтобы деньги не достались злоумышленникам, лже-сотрудник банка настоятельно рекомендовал женщине опередить мошенников. Самостоятельно оформить заем и сразу же перевести деньги на указанный им счет, чтобы не иметь долгов перед финансово-кредитным учреждением. Заявительница выполнила указание незнакомца, оформила онлайн-кредит на сумму 162 тысячи рублей и перевела деньги на счет злоумышленника. Вечером гражданка рассказала о произошедшем своим родственникам и по их совету обратилась в органы внутренних дел. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уважаемые граждане, не доверяйте незнакомцам, представляющимся сотрудниками банковских учреждений и предлагающим решить возникающие проблемы путем перевода денег. Лично перезвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, или подойдите в отделение финансового учреждения. Помните, что безопасность ваших средств в ваших руках. 6 ноября неопытная женщина-водитель совершила аварию, в которой сама пострадала. В 10 часов 20 минут напротив дома номер 38 по улице Садовая в поселке Луховка 36-летняя женщина, стаж вождения которой с 2017 года, управляя автомашиной «Лада Калина», превысила разрешенную скорость, не справилась с управлением, в результате чего машина выехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи. В результате ДТП женщине-водителю потребовалась медицинская помощь. Превышение скорости стало причиной ДТП 6 ноября на трассе в Лямберском районе. В 2 часа дня на 9-м километре автодороги Саранск-Рамаданово-Большой Игнатово 28-летний водитель автомашины «Лада Приора» ехал в направлении поселка Рамаданово, но не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другой Приорой. В результате ДТП виновник получил травмы, после оказания медицинской помощи отпущен домой. У него взята кровь на анализ, чтобы выявить наличие алкоголя. Редактор субтитров А.Семкин